Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете зарубежные новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Сотрудники аэропорта Женевы начали двухдневную забастовку. В Брюсселе работники социального жилья объявили о забастовке. Interfax.ru со ссылкой на издание Tribune de Genève сообщает, что впервые за 100 лет работники аэропорта Женевы объявили забастовку. На утро пятницы отменено 64 рейса через Женеву. Члены профсоюзов, участвующие в акции, собрались в аэропорту Женевы с красными флагами. На входе скопились очереди из пассажиров. Среди требований бастующих – улучшение условий труда. Работники недовольны массовыми сокращениями, которые руководство аэропорта провело во время пандемии коронавируса, в результате чего нагрузка на оставшийся персонал значительно возросла. Информационное агентство «Красная весна» со ссылкой на The Brussels Times сообщает, что Брюссельский профсоюз работников социального жилья из-за тяжелых условий труда подал уведомление о бессрочной забастовке. Профсоюз осуждает отсутствие социального диалога в управлении 16 коммунальными жилищными компаниями в столичном регионе. Постоянный секретарь профсоюза разъяснил, что с работниками плохо обращались в течение четырех лет, и их положение не улучшилось. Профсоюз отметил, что среди проблем, с которыми сталкиваются работники, выделяют ухудшение условий труда, дискриминацию и снижение заработной платы. Секретарь профсоюза также отметила, что государственный секретарь Брюсселя по жилищным вопросам не отвечает на просьбы о переговорах. Мы больше года ждали ответов от Кабинета министров, но они не пришли. Брюссельский профсоюз работников социального жилья ожидает несколько дней. Если не поступит ответа от государственного секретаря или директоратов в ближайшие несколько дней, то начнется забастовка. Товарищи, если вы недовольны заработной платой, количеством должностных обязанностей, уровнем безопасности на рабочем месте и прочим, то добиться изменений можно только если вы решитесь объединяться с коллегами и вместе бороться за свои интересы. Придется пожертвовать репутацией уступчивого, хорошего работника в глазах начальства и быть готовыми к противодействию со стороны руководства. Авиаторы Женевы и социальные работники в Брюсселе осознали, что свои интересы им придется отстаивать всем коллективам или смириться с ухудшающимся положением. Они решились на забастовку, которая является для рабочих лучшим способом добиться своего. Желаем им победы! С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры. Субтитры создавал DimaTorzok